Это программа Интересно в студии Екатерина Родина. Здравствуйте. В Калуге с 14 по 15 апреля пройдет форум, который соберет женское бизнес-сообщество. Организаторы назвали это событие «Она Космос». О чем будут говорить на этом форуме участники, подробнее поговорим с президентом торгово-промышленной палаты Калужской области Виолеттой Комиссаровой. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, что это за космические участницы, которые будут на форуме? Ну, я считаю, что любая женщина – это космос, потому что она сочетает в себе несочетаемое, она прекрасна, она непостижима. И сколько бы великих поэтов, художников не создавали произведения искусства, посвященных женщине, никто не сумел проникнуть в ее душу, никто не сумел иногда предугадать ее поступки. А между тем она сочетает в себе мать, музу, профессионала, предпринимателя очень часто. Она может быть необыкновенным, вдохновленным созданием. Ну, вот поэтому так и решили. Плюс совпала апрельская тема 12 апреля, космический фестиваль, кинофестиваль. Ну и как не в Калуге провести такое мероприятие, потому что Калуга – это все-таки у нас колыбель космонавтики, наш прекрасный музей. И очень много историй, которые мы до сих пор используем для продвижения бренда региона. Это все-таки космическая тематика, которой нам стоит гордиться. Ну, по программе форума будут спикеры, довольно почетные гости. Вот они приехали к нам, потому что у нас такое активное бизнес-сообщество женское. Вот в каком направлении сейчас у нас идет работа? Ну, действительно, они, наши совпали, как бы информационные каналы или коммуникации именно на тему женского предпринимательства и развития вообще женского движения. Потому что, наверное, последние три года, и в 2022 году мы наблюдаем очень яркий всплеск таких событий, инициатив, проектов, которые реализуются у нас, и именно женским сообществом. Более того, мы, как одни из организаторов торгово-промышленной палаты Калужской области, мы три года реализуем ряд женских проектов. Специально высвечивали, подсвечивая тех наших героинь, которые могут сказать что-то этому миру, этому городу, которым есть что продемонстрировать свой опыт, свои знания, свои мысли. И вот эта вот наша активность, скажем так, послужила таким триггером, на который откликнулись наши, во-первых, федеральные коллеги торгово-промышленной палаты Российской Федерации, наш корпоративный университет. А там тоже женщины на федеральном уровне собираются в какие-то объединения, у них тоже очень много мыслей. Самое главное, даже не то, что разговорный жанр, а там очень много проектов, которые идут в благотворительности, которые реализуются в области бизнеса, международного сотрудничества, установления международной народной дипломатии. А нам сейчас это крайне важно, потому что мы находимся в какой-то степени, нас пытаются изолировать от мирового сообщества. А вот эти наши дамы, коллеги, которые приедут из Ассоциации женщин-общественных деятелей, они работают за рубежом, ряд из них. Они ведут, опять же, все свои проекты и профессиональную деятельность в этой сфере. Они известные благотворители на международном уровне. И, соответственно, вот так сошлись наши звездные пути. Опять же, как бывают блуждающие звезды в космосе, где-то произошла нужная стыковка. Мы решили, что мы проведем такое мероприятие. Ну, если это женский форум, я правильно понимаю, что мужчинам туда вход воспрещен? Отнюдь. В одной из дискуссий у нас будут принимать участие мужчины. У нас не было закрытого, чтобы мы сказали, мужчину не пускаем, мы не обсуждаем какие-то сакральные или интимные вещи. Как раз мы заинтересованы в том, чтобы о нас знали, говорили и доносили ту информацию, которая прозвучит на форуме, пожалуйста, из любого источника. Но, наверное, название «Женский форум» побудило столь высокую активность в женском сообществе, что 80 мест, предел зала, мы больше просто не могли никого пригласить. Приносим извинения те, кто не смогли зарегистрироваться или прийти на это мероприятие. Мне кажется, у нас и мужчины просто менее инициативны в этой части. И если бы они действительно воспринимали женщин как равных себе по всем составляющим какой-то комплексного женского портрета, возможно, они бы сами проявили инициативу и обратились. А можно, давайте мы тоже придем. Или просто зарегистрировались. Отнюдь. Хотя у нас при ТПП есть комитет женского предпринимательства, и туда входит мужчина. По каким направлениям будут идти дискуссии? То есть я, насколько помню, в программе шесть панелей. И что это за направления такие? Одна из первых панелей посвящена такой, я бы сказала, трогательной теме, как женщина-мать. Естественно, там будут говорить о том, как женщине совмещать в себе вот это основное предназначение, на котором многие говорят, и ту активность общественную, профессиональную, предпринимательскую. Вот как это получается, какие есть проблемы, какие женщины видят проблемы, в том числе в законодательстве, потому что там есть ряд нормативных вопросов. Если панель женщина-предприниматель, то как раз наши коллеги из бизнеса будут говорить о том, есть ли вообще различия и, скажем, различия в отношении к женщине-предпринимателю, или когда приходит бизнесмен-мужчина с каким-то предложением или с реализацией какого-то проекта. Есть панель «ты профессионал». Это значит, что ты можешь быть наемным работником, ты можешь быть самозанятым, ты можешь быть просто ремесленником, у которого золотые руки, и ты профессионально состоялся. Вот тут уже неважно, на каком уровне управления или структуре организации ты находишься. Ты профессионал. Как ты смотришь на этот мир? Что ты говоришь о том, что нужно для того, чтобы профессионалы правили этим миром? Потому что сейчас есть такая тенденция, о ней многие говорят, что у нас очень много непрофессионалов в любой сфере. И потом мы с вами это уже как потребители, клиенты или просто граждане этой страны, сталкиваясь с непрофессиональностью в какой-то сфере, да, любой, от образования до управления государством. Говорим, ну как же так? Да просто, потому что это непрофессионал принимает непрофессиональные решения. У нас будет, конечно, такая, ну мы же девочки, нам можно, поэтому будет панель, которая посвящена женщине-музе. Но мы будем говорить о том, как женщины вдохновляют коллективы, команды, мужчин, семью, детей на свершение. Какие они строят планы, как они что, опять же, решают эти задачи или проблемы, которые перед ними. Ну и еще там несколько. А кто будет об этом во всем вещать? Вот среди спикеров можно ли выделить, что это предприниматели или это наоборот, там, жены космонавтов? Будут все. Из Москвы коллеги у нас приезжают смешанные делегации. Там действительно руководители благотворительных фондов, известные галеристы, люди, которые владеют бизнесом, там, пятизвездочные отели, международные деятели, крупные международные благотворители. Действительно, те женщины, которые, как муза, работают женами своих мужей и, соответственно, находят возможность не только вдохновлять, но и помогать в основном деле своего супруга или своей семьи для того, чтобы какие-то серьезные вопросы решать. Там вот будет показ фильма, специально, который посвящен именно запуску спутника с рисунками детей, в которых принимали участие, в том числе и наши коллеги. Будут и предприниматели, и классные, знаете, профессионалы. Вот у нас будет Мария Суворова, например, это китаист. Это человек, известный тем, человек, влюбленный в Китай, и который знает о Китае от А до Я. Например, вот в этой сфере. С нашей стороны то же самое. Наши дамы, которые и профессионалы, есть среди них и музы. Они сами определили ту панель или ту группу, в которой они будут выступать спикерами. Поэтому паритетность спикерства коллег, которые приедут к нам, и коллег из Калужской области обеспечена, потому что нашим калужским дамам есть что сказать, есть что показать, есть о чем поговорить. И они действительно говорят стоящие вещи. И я надеюсь, что именно для того все и проводим, чтобы наше женское сообщество, объединившись с федеральными структурами женскими, получило большую силу, известность, и уже тогда вместе легче справляться с какими-то вопросами или проблемами, которые будут обозначены в том числе и на нашем форуме. Вот немножко подробнее про нашу калужскую делегацию. Много ли участников от нашего региона? И можно ли выделить, что, допустим, калужские бизнесвумы, они развиваются в одной какой-то сфере? Или у нас довольно разноплановое все? В этом апреле женщины, что она не может быть однополярна. Вы сейчас стоите со мной, но вам надо, наверное, идти домой, там вы будете хозяйкой, там, может быть, если у вас есть дети, вы мать. Опять же, это все... Это, понимаете, вот все люди, которые инициативно работают в каких-то общественных организациях, которые собираются, помогают друг другу, которые обсуждают какие-то вещи, которые достигли серьезных успехов в своем деле, неважно на какой должности, они настолько многогранны, что они представляют собой очень интересных спикеров, людей, которые искренне делятся тем своими наработками, мыслями, опытом, и их главная задача, чтобы мир вокруг стал лучше, чище, добрее, профессиональней, безопасней, потому что они знают и понимают их жизненный путь, и это очень много. Поэтому калужские бизнесвумы, нельзя их относить к какой-то одной категории предпринимателей. Отнюдь, 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 они прекрасны, что говорить. Я вот влюблена в наших женщин, которые, я надеюсь, получат все порции комплиментов и помощи, на которые они рассчитывают, или же к ним прислушаются, и они, кто знает, может быть, их и карьера, и возможности, в том числе там, где они работают, будут рассмотрены и им будут помогать. Какие будут итоги этого форума? То есть будут выдвинуты какие-то предложения, идеи для реализации? Или это вот такая просто дискуссионная площадка, и такой способ еще раз заявить о женском бизнесе? Я очень люблю мероприятия, которые просто поговорить и не заканчиваются ничем. Чтобы это не получилось вот таким разговорным мероприятием, мы проводили стратегическую сессию среди наших калужских спикеров, наших дам, которые будут участвовать в этом мероприятии. Уже нарабатывали перечень проблем, они наработали по каждой теме, и конкретные предложения, которые будут отнесены, и разнесены на несколько групп решений. Первое. Есть проблема в федеральном законодательстве. Она будет озвучена, будет предложена по ее изменению. Следовательно, дальше мы будем работать уже с нашими коллегами из Государственной Думы, из Совета Федерации. У нас будет принимать участие вот Ольга Коробова, наш депутат Государственной Думы, будет принимать участие в одной из таких непростых панелей, женщина-гражданин. Если там касается то же самое, по различным, каждое мероприятие должно закончиться неким итогом. Проблематика, путь решения, предложение по этому решению. Все протоколируется, извините, такой официоз это будет. И, соответственно, дальше по каждой теме начнем работать. По какой-то теме это, возможно, следующее мероприятие или развитие сотрудничества. Дорожная карта, пожалуйста, и будем ее реализовывать. Ну, будем ждать вашего форума и успехов, и плодотворной работы. Спасибо. Я хотела бы поблагодарить вашу телекомпанию, телекомпанию «Нико», ваш коллектив, вашего руководителя, потому что вы наши генеральные партнеры. Ну, и я надеюсь, что все у нас получится. Спасибо вам огромное за это. И вам спасибо. Спасибо. Спасибо.